Кстати, ну сложно найти, наверное, оригинальные слова, чтобы описать впечатление восторга, замирания сердца, всего того, что заставляет испытать шоу Сергея Сулей, когда его видишь первый раз. Но я бы сказала другое, что это ощущение или эти эмоции остаются, когда смотришь и другое шоу. Но для меня самое удивительное было не только, даже когда я открыла для себя этот новый жанр и увидела первое шоу Сергея Сулей, но когда мне посчастливилось оказаться в Лас-Вегасе, увидеть шоу О, Ка и другие, вот это ощущение, что, наверное, это невозможно, что такого я не видела никогда, посещало меня каждый раз. И это какая-то удивительная магия Сергея Сулей, заставлять людей испытывать такие эмоции каждый раз, когда уже кажется, что многое видел, и к чему еще удивляться. Вот это действительно то, что продолжает, это невозможно привыкнуть. Еще вопрос от Антонины. Можно ли идти на Салтимбанго вместе с ребенком 5 лет? Да, можно идти, поскольку ребенок любого возраста, особенно школьного или ближе уже к школьному, как в данном случае, я думаю, все равно получит большое удовольствие. Конечно, надо смотреть за тем, чтобы ребенок не устал, и если вдруг он захочет уйти, это, естественно, должно быть решение родителей. Но на наше шоу дети приходят и, как правило, удерживают, с удовольствием смотрят шоу до конца. Более того, на нашем сайте предусмотрены скидки для детей, предусмотрены дневные сеансы, выходные дни, есть дневные шоу для того, чтобы выбрать наиболее оптимальное время посещения. Сколько по времени длится в шоу? Каждая из двух частей длится порядка 50 минут, то есть надо рассчитывать на полтора часа, плюс еще полчаса тракт, то есть всего это два часа. Наташа. Собирается ли цирк проводить в Киеве кастинге, искать новых артистов? Возможно, кого-то из участников Украина Май Талант. Кастинги проводятся, как мы уже сказали, по всему миру, поскольку это отдельное, достаточно большое и хорошо организованное подразделение цирки-суми. В Монреале существует определенное расписание, в соответствии с которым подбирают артисты, проводятся кастинги в разных городах и странах мира в соответствии с определенной специальностью. Это могут быть кастинги для музыкантов, кастинги для акробатов, для клонов и для артистов других специальностей. Поэтому лучше всего эту информацию посмотреть на сайте циркиусолей.ком и в специальном разделе по кастингу, и, как мы уже говорили, отправить свои работы творческие на рассмотрение. И тогда уже наши специалисты свяжутся и скажут, когда проводятся и где кастинг, который соответствует данным специальностям. Видеоролик нужно снять, да? Да. Игорь Костюк, какое шоу вы планируете привезти в Украину в следующий раз? Это пока еще, скажем, некая тайна. Это должно быть сюрпризом. Но поскольку я уже сказала, что наши планы формируются за два-три года, то мы это знаем. Но я думаю, что давайте мы оставим новости на конец года и объявим это после того, когда выступит Солдзима. Дмитрий спрашивает, почему шоу будет проходить в Киеве всего 8 дней? Шоу, найти, скажем, свободное окно в графике гастрольном шоу достаточно непросто. Поэтому мы спланировали тур таким образом, чтобы, с одной стороны, познакомить Украину и жителей Киева с творчеством Циргусулей, чтобы посмотреть, насколько емким, скажем, кажется этот рынок, если использовать экономическую терминологию. И поскольку уже спланированы дальнейшие гастроли Циргусулей, после Украины трупы отправятся в страны Прибалтики, то мы были ограничены определенными временными рамками, в которые мы могли вписать выступления в Украине. Следующий вопрос. Наталья, вы бы хотели последовать примеру создателя Цирка Дю Солей и полететь в космос? Замечательный вопрос, я об этом подумаю. Но мне кажется, пока у меня достаточно много забот на Земле. Но если такая возможность представиться, я думаю, что всегда остается место мечте, мечтам самым несбыточным, на первый взгляд, поэтому, кто знает, давайте поговорим об этом попозже. А карман не желает ли в космос полететь? Вот. Красиво. У меня есть, я жду, когда он мне в рейт-проект. Ги сейчас выпустил книжку по итогам своего путешествия в космос с фотографиями. Фотографии ты сильно потрясающий. Ты когда на них смотришь, ты хочешь попасть туда же. Также я попросила купить мне билет. Это требует очень длинной тренировки, 4-8 месяцев. Очень, значит, полного отвлечения всех своих дел. И вот это мне немножко сложно. Я сейчас соображаю, когда мне это ставили свои границы. Сезанна спрашивает. Говорят, что в каждом новом городе артистам шоу проводят небольшую экскурсию. Куда собираетесь везти ребят в Киеве? Обычно подобные планы уже формируются с труппой после того, как Ляна приехала в Киев. Безусловно, мы обратимся за советом к нашим киевским коллегам и партнерам. Это будет, конечно, зависеть от уже финального графика выступлений и тренировок. Всегда утро, понедельник, выходной день. С одной стороны, естественно, артистам необходимо иметь все-таки какую-то свободу и личное время. Но всегда бывают предложения каких-то туров, интересных экскурсий. Если собирается достаточное количество людей, которые готовы посетить, то такие экскурсии могут быть, конечно, организованы. Но мне кажется, Киев настолько богат интересными местами, которые стоит посетить и богат историей, что мы обязательно уделим серьезное внимание тому, чтобы познакомить наших артистов. Сережа, сколько билетов еще осталось на шоу? Уходят слухи, что в ближайшее время вы прекратите их продажу. Вы знаете, мы только начали, естественно, недавно их продавать, поэтому они закончатся в тот момент, когда будет куплен последний билет. Билеты пока есть. Продажи, я уже сказала, что продаются на сайте cds.ua.com, поэтому не стоит откладывать эту покупку. Но, тем не менее, сейчас действительно есть возможность выбрать подходящую дату и ценовую категорию, поэтому не откладывайте свое решение. Первый день начала гастролей в ноябре, да? 22 декабря. 8 дней. До 4 декабря. Инна Проценко нам пишет, учусь в цирковом училище, мечтая поработать в цирке Дю Салей. Скажите, проводите ли вы кастинги, отборы, конкурсы? Скажите, можно ли они получать? У них еще не поступают? Как мы занимаемся в цирке? Скажите, каким я занимаюсь там? Как я мечтаю работать в школе? Первый день trust на свои мечтары! Это может происходить, да может, это может происходить, Это карьера, это карьера, это карьера, это настоящая работа и карьера, вполне можно ее сделать в цирку Сали. Безусловно, потому что есть артистическое карьере, но также есть сотни разных разных работ в компании. Есть много способов вы можете предложить свой талант, в офисе, в бассейне, на tour, или как артист. Так что, как артист, ты идешь в кастинг-департмент. Так что, ты отправишь ваш резюме и видео, как артист, в кастинг-департмент. Во-первых, эту карьеру можно сделать не только в артистической, творческой, цирковой области, но и в цирке существует масса специальностей и масса возможностей сделать карьеру по другой специальности. Тем не менее, если вы хотите работать именно в артистической области, в цирковом училище, то надо прислать свое резюме, видео, которое отражает ваш талант, ваши возможности. Это большая компания. Мы имеем около 5,000 сотрудников, около 1,300 артистов. Так что, для других типов работы, которые не находятся на сцене, как артист, мы также имеем информацию, что, потому что мы работаем на разных языках, которые говорят разные языки, и, знаешь, это возможно, что у нас есть работа, например, в кастинг-департменте, или, знаешь, даже в локации, когда мы идем на тур, мы работаем в локации, чтобы помогать в продактинг-департменте или в кастинг-департменте. Это большая компания. Только артистов в компании работает 1300 человек. И есть масса специальностей работ, возможно, как на сцене, так и вне сцены. Это и в костюмерной. Более того, мы, когда приезжаем на место, мы нанимаем местный персонал для помощи, например, в той же костюмерной. Так что возможности и море. Мария Стетюк. Скажите, пожалуйста, правда ли, что среди артистов цирка Дюссалей практически нет жителей Канады, а одни иностранцы? Среди артистов цирка Дюссалей нет жителей Канады. Так что они говорят, опять же, что там практически нет Канадейских между артистами. Так что это в основном иностранцы. Это большая ложь. Это большая ложь. Это не правда. Это очень важно. Да, это очень важно. Я знаю, что там очень часто. Это очень важно. Да, это очень важно. Наши старые группы. Так что там на территории Канадейских. Это очень важно. Не в целом. А в Салтинбанку, у нас есть целый состав. 51 из 52 артистов, некоторые из них в ротации. И когда вы посмотрите, там 47 артистов на сцене. 22 страны были представлены, но не большинство. Канады, Русские, Перу, Мексика, Франция. Сель-де-Солей, сегодня мы создали 31 различных продуктов, оригинальных шоу, и все они были мультикультурными, мультиэтническими ими. Это совершенно неправда. Это миф, и к истинному вложению вещи не имеют отношения. В каждой труппе, любого шоуцарта, у Солей есть канадцы. Ну, возможно, это не большинство, но канадцы есть всегда. Даже если взять Солтинбанка, общий состав труппы, там 51-52 человека, они представляют 22 страны. Какое там вообще может быть большинство? есть и Канада, и Перу, и Франция, и Мексика, и Россия с Украиной. Но про большинство говорить при таких пропорциях очень сложно. Канадцы выступают и в качестве музыкантов, и в качестве атлетов, и в качестве акробатов. Поэтому совершенно не так. И на данный момент у нашей компании было создано 31 шоу, и все из них, все эти шоу состояли из очень многонационального состава. И вот эта многонациональность, мультикультурность, она всегда была в центре, одним из ключевых элементов того, чем отличается цирк Дюссалей. Продолжение следует...